Сколь бы высокими обсуждаемые материи не были, прозаические материальные вопросы оказались самыми долгожданными. В свой год Орловская культура войдет с расширенным бюджетом. Общий объем финансирования завластного бюджета в 2013 году составил почти 350 миллионов рублей. А в 2014 году запланировано выделение свыше 421 миллиона рублей на все эти мероприятия. Это приличные деньги, хотя, если честно смотреть в глаза друг к другу, хотелось бы в разы больше. Пособита программа празднования 450-летия. По ней до 2016 года на культуру будет выделен миллиард 600 миллионов. Депутаты тоже обещают поддержку. У нас имеется программа наказа избирателей депутатов Орловского областного совета народных депутатов, где сегодня заложены 11 миллионов рублей, в том числе для учреждений культуры. 500 миллионов уйдут на реставрацию двух театров драматического и свободного пространства. Продолжится выплата стипендий художникам и писателям. Кстати, такая мера поддержки – их единственное средство к существованию. На федеральном уровне закона о труде мастеров пера и кисти нет. Хотел бы обратиться с предложением о разработке на областном уровне закона о творческих работниках и творческих союзах. Зарплату культработникам губернатор обещал поднять до средней по региону. Правда, это вопрос нескольких лет. Но просили участники форума не только и не столько за себя. Музыканты, например, в один голос говорят о необходимости в городе концертного зала. Это проблема нашего города, потому что концертный зал – это не только для музыкантов, а наоборот – это для слушателей, для зрителей. А за хореографической школой, которую власти обещают достроить максимально короткие сроки, уже замаячила другая. Силы найдутся, и мы будем иметь в своей области еще и вокально-хоровой центр в новом здании. Год культурный придет и в глубинку. В очереди на ремонт десятки сельских декам. Продолжится в 2014-м поощрение лучших работников культуры из села. Их беззаветный энтузиазм вошел в легенду. Галена Дмитриевна Лаврова поступала, да? Вот она занимается предметно в сельском доме культуры делом. Вот даже если завтра ни копейки никто не даст, она все равно этим делом будет заниматься. И будет заниматься так, что мало не покажется. Вот такие примеры из жизни. Они дают нам сегодня надежду на то, что культура не пропадала, не пропадет, она возрождается, будет возрождаться. Люди же искусства обещали в свой год поднажать на выставки, концерты и премьеры. У затейников готов ряд новых проектов. Настяжениями условились поделиться через год, в начале 2015-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова